Ирина Кузнецова Если, когда он женится, на свадьбу приходят приглашенные, остальные смотрят на него лишь через забор, во двор, то вот когда он умер, приходят к нему без приглашений. И до сей поры в станицах бытует представление о том, что при рождении Господь нарекает человеку, какая у него будет смерть и сколько он будет жить. Но сроки жизни неизвестны. И начиная со среднего возраста, где-то лет сорока, люди начинали готовиться к смерти, начинали собирать себе вещи на похороны и начинали более серьёзно готовиться к переходу в иной мир. За порогом смерти человека ждал Господь Бог и его ранее умершие сродники, возможно, братья, сёстры, друзья, те, кто ушёл раньше. И несмотря на то, что сроков жизни знать не дано, всё равно по поведению человека умирающего окружающие догадывались, что он уже как бы предупреждён заранее. Он знает, что он умирает. Умирающий человек просил пригласить тех, с кем, возможно, он был в ссоре или кто, возможно, на него обиделся. Просили друг у друга прощения. Иногда родители наставляли своих детей, давали им какие-то наказы. В станицах Отрадненского района не один раз было записано о том, что человек перед смертью либо выходил сам во двор, либо просил, чтобы его вывели. Кланялся на четыре стороны и прощался с белым светом. Говорил, прощай, белый свет, раз и навсегда. После чего заходил в свой дом, ложился, поворачивался к стене и умирал. Нас сейчас пугает умирающий человек. Нам хочется сохранить его здесь. Мы стараемся каким-то образом удержать его в жизни, здесь, с нами. Раньше люди, напротив, помогали ему спокойно перейти в мир иной. Зажигали свечу. Если человек мог сам держать в руках её, то ему давали её в руки. Если нет, то кто-то рядом стоял, рядом её держал. Читали молитвы. Конечно, какие-то особые молитвы мало кто знал. Чаще всего читали «Отче». «Отче» — это молитва «Отче наш», которую знали все. Все, кто присутствовал рядом, старались не шуметь, ни в коем случае не плакать, для того, чтобы человека не побеспокоить. Иначе, как объясняют, он может встрепенуться и будет долго умирать. Согласно народным представлениям, долго умирает и не могут умереть те, кто делал что-то плохое. И не просто плохое, а знал плохое. Те, кто портил людей, портил скотину. То есть я сейчас говорю о ведьмах. Это объяснялось двумя причинами. С одной стороны, душа ведьмы уже видит тех, кто её встречает, а это бесы. И она боится выходить из тела. С другой стороны, её Господь не хочет принимать в свои обители. И, как мы говорили ранее, проситься с телом усопшего приходили очень многие. И родственники, и дальние, и близкие, соседи, друзья, знакомые. И в зависимости от того, сколько людей приходило, было понятно, как человек жил. На дореволюционных фотографиях мы видим множество людей, стоящих около гроба. Здесь и маленькие дети, и старики, и средний возраст. Все, кто хотел быть рядом, спокойным. А кроме этого, мы очень часто видим хоругви и крест запрестольный. Похороны с хоругвями называли ещё похороны со святостью. Это были не какие-то особенные похороны, а так хоронили каждого христианина. Дело в том, что хоронили не просто тело человека, который любил, страдал, может быть, защищал Родину. Но прежде всего, тело человека, который причащался и который принимал в себя тело Господа. Именно поэтому похороны так внешне напоминали крестный ход. То есть несли хоругви, несли икону, а не фотографию, несли запрестольный крест. А следом усопшие в гробу и дальше все его сродники и те, кто пришёл с ним проститься. О том, как раньше в традиционной культуре помогали душе усопшего достигнуть другого мира, мы поговорим в следующем выпуске. Ждите благих вестей. Не забывайте отмечать и ставить лайки. До встречи!